С распадом СССР граждан остались накопленные средства, которые после 1991 года были обесценены. В настоящее время эти средства можно получить, обратившись в ПОСК Росгострах, который осуществляет компенсацию по страховым договорам до 1992 года, признанным внутренним долгом. В статье рассмотрим, как можно получить выплаты Росгостраха по страховке до 1992 года. После распада СССР и ликвидации прежнего Министерства финансов упразднили систему органов гострахования Советского Союза. Прежний гострах получил новое наименование ООО «Российская государственная страховая компания» или, как она называется сегодня, ПОСК Росгострах. Те взносы, которые граждане вносили по страховкам ранее, до начала 1992 года, в настоящем России признаны внутренним долгом. Это следует из закона номер 73 ФЗ от 10 мая 1995 года о восстановлении и защите сбережений граждан РФ. Такие же выплаты производятся и Сбербанком, по тем советским вкладам, которые были обесценены. Уже начиная с 2001 года Росгострахом производятся компенсационные выплаты для определенных граждан по заключенным в СССР договорам страхования. На эти в бюджете страны заложены средства в размере 5,5 миллиарда рублей. Эта сумма предусмотрена только на 2018 год, а также в планах выделить такие же суммы на 2020 и на 2020 годы. Кто может получить компенсацию по советской страховке? Порядок, по которой происходит компенсация по страховкам до 1992 года, определяется утвержденными постановлением правительства РФ правилами осуществления компенсационных выплат. Номер 1093 от 25 декабря 2009 года. Важно! Получить компенсацию можно по договорам накопительного страхования «Детская пенсионная свадебная смешанная», оформленным до 1 января 1992 года и действующие на эту дату. Получить компенсационную выплату по советской страховке могут следующие лица. Страхователи – это лица, которые оплачивают по договору страхования взносы, застрахованные – это лица, на которых оформлена целевая страховка, например, на детей, наследники в соответствии с законодательством, в случае смерти страхователя, а также по документам, подтверждающим право наследования. Кроме того, обратиться за компенсацией может и представитель получателя, при этом на него должна быть оформлена должным образом доверенность. Важно! Компенсацию по страховке до 1992 года могут получить только российские граждане. Если в настоящее время человек, оформивший в СССР договор страхования, является иностранным гражданином, компенсации он получить не сможет. Размер выплаты Росгостраха по страховке до 1992 года. В соответствии с действующим законодательством по советской страховке предусматривается выплачивать не страховую сумму, а страховые взносы, которые были внесены до начала 1992 года. Причем правила, по которым будет определяться размер компенсации, будут зависеть от того, кто является объектом страхования в договоре страхования, сам страхователь или третье лицо. Также граждане имеют возможность не только компенсировать уплаченные ими страховые взносы, но возместить расходы на погребение застрахованного лица. Размер компенсации будет зависеть от того, в каком году родился получатель, а также от суммы выплат по договору взносов. Если лицо родилось до 1945 года включительно, либо его наследники могут получить компенсацию в тройном размере от суммы взносов, оплаченных ими до начала 1992 года. При этом будут вычитаться компенсации, выплаченные ранее. Если лицо родилось в период с 1945 по 1991 годы, либо его наследники могут получить компенсацию в двойном размере от суммы взносов, оплаченных ими до 1992 года, за минусом полученной ранее суммы компенсации. Выплаты по страховке до 1992 года на детей. В СССР довольно распространенным было страхование детей. Родители каждый месяц перечисляли со своей зарплаты взносы в течение определенного времени, чтобы к своему совершеннолетию или иной дате ребенок мог получить накопленные средства. Выплаты по страховку до 1992 года на детей будут зависеть от даты окончания договора, а также от года, когда происходит возмещение страховой суммы. В соответствии с постановлением номер 1093, для определения компенсации установлены коэффициенты по Договорам, которые действуют или прекратили действия с 1992 по 2020 годы, возмещение, по которым выполнено в период с 1996 по 2020 годы, а также По договорам, которые свои действия прекратили, но выплата по ним не производилась, один, страховкам, которые действуют, либо прекратили действия в период с 1992 по 1995 годы, по которым были выплаты в 1995 году 0,9, договорам, которые действуют. Или прекратили свое действие в период с 1992 по 1994 годы, а выплата по ним была произведена в 1994 году 0,8, договорам госстраха, которые действовали в период с 1992 по 1993 годы, возмещение, по которым производилось в 1993 году 0,7, страховкам СССР. Которые действовали или прекратили свое действие в 1992 году, и в этом же году была произведена выплата. Компенсации по ритуальным услугам. Если страхователь, застрахованное лицо умер в период с 2001 по 2020 годы, будет произведена компенсация ритуальных услуг. Выплату можно будет получить только в том случае, если в день смерти лицо, страхователь или застрахованный, являлись гражданами РФ. Также денежные средства может получить наследник, либо лицо, которое оплачивало ритуальные услуги. Размер средств к возмещению будет зависеть от того, каков общий размер оплаченных страховых взносов. Если взносы по договору равны или больше 400 рублей, имеются в виду 1991 год, то возмещена будет сумма, равная 6000 рублей. Если взносы по договору меньше 400 рублей, то возмещена будет сумма выплаченных взносов, умноженная на 15. Например, если было внесено 250 рублей, то выплачена будет сумма в размере 3750 рублей. Компенсация меньше 6000 рублей не будет зависеть от того, получал ли при жизни страхователь, застрахованный, возмещение по взносам. Если у одного гражданина есть сразу несколько договоров страхования, которые оформлены в разных госкомпаниях, то по ритуальным услугам компенсацию можно получить лишь однажды, по страховке одной из компаний. Если у человека было несколько страховых свидетельств в одной страховой компании, то компенсация будет производиться исходя из общей суммы по этим договорам. Порядок получения выплаты по страховке до 1992 года. Оформлением компенсационных выплат занимается по ОСК Росгострах. Задачей Росгостраха является прием решения о проведении выплатно-страховым взносом, а также передача заявок на перечисление денег. Рассмотрение заявления и решения по нему принимает Расчетный центр компенсационных выплат РЦФНА в Рязани. Для получения компенсации нужно придерживаться следующего алгоритма. Составить заявление. Подготовить необходимый пакет документов, к которым относят паспорт получателя, копия 2,3 и 5 страниц. Если менялась фамилия, то соответствующий документ, подтверждающий этот факт. Наследнику нужно будет предоставить свидетельство о смерти страхователя, застрахованного, документ, подтверждающий права наследника. Почтой направить подготовленные документы в РЦФНА, расположенному по адресу 390-046, город Рязань, улица Введенская, 110. Важно! Документы можно направить только почтой, если они будут направлены по электронной почте, Росгострах их не примет к рассмотрению. В некоторых случаях РЦФНА может запросить подтверждение того факта, что умерший страхователь или застрахованный являлся гражданином РФ на день смерти. Кстати, сам наследник может иметь и иное гражданство. Для подтверждения этого факта потребуется предоставить один из документов. Справка из ЗАГСа, копию паспорта, ответ на запрос из Управления МВД, свидетельство о наследстве. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос, что делать, если в базе данных не найдут мой договор страхования. Ответ, в этом случае страховая компания направит заявителю информационное письмо. В РЦФНА нужно будет направить дополнительные документы, которые подтвердят наличие страхового договора, например, копию страхового свидетельства. Вопрос, сколько будет рассматриваться мое заявление на выплату? Ответ, законодательно не устанавливается срок рассмотрения заявления, а также выплаты компенсации. РКФС проводит только проверку документов, а также расчет суммы к выплате. Сама выплата производится из бюджета казначейства РФ. Читайте также статью «Центр компенсации неиспользованных медицинских услуг». Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!